Травм и как снизить аварийность к 2030 году обсуждали сегодня представители краевой власти и сотрудники ГИБДД, а также представители общественных движений. Подробности в сюжете далее. Федеральная программа «На встречу безопасности» стартовала в 2016 году. Она входит в целевую программу повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах. Программа разработана ГИБДД и экспертным центром движения без опасности. И ее цель – привить нетерпимость к нарушениям правил дорожного движения. Причем работу планируется вести как с пешеходами, так и водителями, велосипедистами, а также пассажирами общественного транспорта. Здесь работа должна строиться по двум направлениям. С одной стороны, нетвратимость наказания для тех, кто нарушает правила дорожного движения. Здесь тоже очень много делается у нас в стране в этом направлении последние годы. Но и с другой стороны, конечно же, профилактика и пропаганда. Потому что лучше предотвратить проблему, чем потом бороться с ее последствиями, репрессивными методами. Актуальность подобной компании очевидна. Несмотря на общее снижение количества дорожно-транспортных происшествий, водители и пассажиры, в первую очередь дети, остаются в зоне риска. Далеко не все, кто садится за руль, понимают ответственность как за свою жизнь, так и за жизнь тех, кого перевозят. А потому необходимо рассказать водителям и пассажирам, что такое безопасность в дороге. Мало того, что не все водители используют детские удерживающие устройства при перевозке малолетних пассажиров, так еще и позволяют себе опасные маневры даже при наличии детских удерживающих устройств. Например, необоснованный выезд на полосу встречного движения, что крайне недопустимо. Потому что никакое автокресло не поможет ребенку на полосе встречного движения. Ну просто потому, что детский организм – это такой организм, который не структурирован для таких мощных ударов. Так что для взрослых водителей в рамках кампании по профилактике дорожного травматизма также предусмотрена работа со взрослыми и, в первую очередь, водителями. Для того, чтобы работа стала еще более эффективной, требуется участие большего количества неравнодушных граждан. И здесь мы сейчас активно, совместно с Министерством образования, используем так называемые родительские патрули. И вот как раз эта работа необходима. И здесь нам нужны как раз общественники, которые будут активно работать именно с родительской средой, которые подвозят ребятишек с нарушениями правил дорожного движения к детским садам, к школам. Поэтому здесь мы будем вместе с вами работать. Особое внимание будет уделяться маленьким участникам дорожного движения. Ведь именно с детства необходимо приучать соблюдать правила дорожного движения и формировать представление о том, что дорога – место повышенной опасности. И нужно внимательно и осторожно, соблюдая правила, по ней двигаться. Для пропаганды правил дорожного движения среди детей в наш город из Москвы прибыл специальный фургон. В нем команда педагогов привезла специальные макеты дорожных объектов, таких как знаки, пешеходный светофор и даже тренажеры в виде дорожной разметки. Сегодня прошли уроки в детском спортивно-оздоровительном лагере «Родничок». Здесь педагоги из столицы рассказали не только, как безопасно переходить дорогу, но и как не стать участником ДТП, управляя двухколесным транспортом, то есть велосипедом и самокатом. А что нам надо еще на велосипед обязательно с вами закрепить? Я не знаю, я не знаю. Светодиоз. Светодиоз. Урок прошел в легкой форме в виде познавательной игры. Так и было задумано, ведь дети в игровой форме усваивают больше всего информации. Мы решили выяснить, какие правила дети знают и применяют при переходе дороги. Оказывается, многие ребятишки из «Родничка» знакомы со знаками дорожного движения и правилами. Но самое главное, они осознают, что нужно быть внимательными во время перехода дороги, даже на зеленый свет пешеходного светофора. Что ты делаешь в первую очередь, когда дорогу переходишь? Смотреть налево, направо и опять налево посмотреть. А когда ты идешь через дорогу, ты смотришь? Да. В рамках проекта «На встречу безопасности» фургон с педагогами посетит и другие детские лагеря Красноярского края. А его экипаж расскажет отдыхающим ребятишкам о правилах дорожного движения. Владислав Пирогов, Андрей Сенченко, 8 канал. Субтитры создавал DimaTorzok